На самом деле я очень рада. У нас было старое ограждение в таком ветхом состоянии, тонкого металла. Сейчас установили прочные такие ограждения, очень комфортабельные лавочки, что я считаю важным. Жительница Северной улицы в Подресково Евгения Шуликова показывает обновленную детскую площадку. Недавно на этом месте были старые качели и горки. Жители обратились на выездную администрацию с просьбой обновить игровой комплекс. И в короткие сроки двор преобразился. Просьбу услышали. Приехали ко мне непосредственно уже по адресу Глеб Александрович Демченко, который курирует наш микрорайон. И представители отдела по благоустройству. Обсудили с ними детали, установили новое безопасное покрытие резиновое. В общем, я рада результатам и думаю, что родители тоже рады. Решить коммунальные, бытовые, социальные, имущественные и многие другие вопросы химчане приходят к специалистам на выездную администрацию. Такой формат уже знаком жителям. Он доступен и востребован. В этот раз встреча прошла в Сходне. Это очень хорошо, конечно, потому что попасть на прием руководителям – это очень сложно. Сказали, что записали мой вопрос и дадут ответ. На выездной администрации работают специалисты всех городских структур. Кроме того, прием жителей ведут депутаты и сотрудники территориальных управлений. Если вопрос касается их территории, мы направляем к ним, чтобы сразу оперативно решить. Это очень удобный тоже формат, если что, потому что не всегда сотрудники на месте могут понимать, о чем идет речь. А территориальные управления всегда в курсе происходящих на их территории. Елена Кравченко живет в Сходне на улице Мичурина. Она обратилась к сотрудникам управления жилищно-коммунального хозяйства с просьбой обновить контейнерную площадку. Скорее всего, удастся внести в план нашу контейнерную площадку. Естественно, я довольна. Это замечательная идея. Любой человек может и не надо ехать куда-то, очередь занимать рядом с домом, а прийти, озвучить свой вопрос о наболевшем, внести какое-то предложение. На выездную администрацию обращаются и целыми инициативными группами. Так, жители Юбилейного проспекта и Молодежной улицы пришли с просьбой рассказать о ближайших укрытиях. Информация, куда населению нужно идти, где находятся ближайшие укрытия, насколько они могут защитить, когда они будут открыты. Вот такой ответ нам нужен. К специалистам профильных структур обратились более сотни химчан. Следующая встреча жителей и власти состоится 28 ноября в микрорайоне Клязь-Мастарбеева в квартале Свистуха. Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимковский. Новости Химки ТВ.